Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о производстве предмета, которым мы пользуемся каждый день. Это бумага. Наверное, немногие задумывались о том, как ее делают. В этом видео мы покажем весь процесс производства от начала и до конца. Высококачественная бумага производится из древесины, получаемой от деревьев, выращенных на специальных плантациях. Специалисты лесного хозяйства, обладая экспертными знаниями, отвечают за заготовку древесины, при этом минимизируя воздействие на окружающую среду. Вся древесина подразделяется на мягкую и твердую. Для производства бумаги используются твердые породы лиственных деревьев, такие как береза, тополь и эвкалипт. К мягким породам относятся хвойные деревья, такие как ель, пихта и сосна. Древесные волокна у хвойных деревьев более длинные, чем у лиственных пород, и поэтому бумага из них получается более прочная. Процесс производства бумаги начинается с дровяного склада, куда доставляется вся древесина. Круглый лес твердых пород, дуб, клен, ясень, складывается в штабели отдельно от леса мягких пород, сосны и ели. Так как у разных пород разная длина древесных волокон, это должно учитываться в дальнейшем в процессе варки древесной массы. Помимо бревен, также крупнейшим источником щепы для производства бумаги являются отходы деревоперерабатывающих предприятий. Со склада бревна попадают на длинную конвейерную ленту, по которой они направляются к окорочному барабану, который удаляет с бревен кору. Затем очищенные от коры бревна подаются в промышленную рубительную машину, где они за считанные секунды измельчаются в щепу размером 2,5 см. Щепа нестандартного размера удаляется. Единый размер щепы важен для последующего процесса варки целлюлозы, поскольку он увеличивает выход и качество древесного волокна. Просеянная мелкодисперсная щепа и опилки удаляются и вместе с корой из окорочного барабана направляются в энергетический котел. Полученная электроэнергия от их сжигания идет на нужды фабрики. Она покрывает 40% энергозатрат предприятия. Затем древесная щепа на грузовиках доставляется на целлюлозный завод. Щепа по-прежнему разделена на лиственные и хвойные породы дерева. По конвейерной ленте древесная щепа вместе с белым щелоком подается в варочный котел непрерывного действия, где она варится в растворе кислоты. Это нужно для растворения лигнина и отделения растительных волокон. В процессе варки белый щелок нагревается до 170 градусов Цельсия и растворяет лигнин, который удерживает волокна древесины вместе. Через несколько часов лигнин растворяется, а волокна промываются, чтобы удалить кислотный раствор и пульпу. Для этого целлюлозная масса из варочного котла вместе с отработанными химикатами, которые теперь называются черным щелоком, отправляются в зону промывки. Здесь непроваренную древесину, например, сучки, вымывают из целлюлозы. Полученная масса называется технической целлюлозой. Лигнин считается нежелательным компонентом бумаги, поскольку он способствует ее пожелтению. Чтобы избежать этого, требуются значительные усилия для его удаления из древесной массы. Для удаления остатков лигнина и придания целлюлозе белизны проводится ее отбеливание. Теперь целлюлоза становится мягкой и волокнистой. Такая отбеленная целлюлоза будет использоваться для изготовления белой бумаги, которая не будет желтеть от старости. Отбеливание происходит в несколько этапов, поскольку оно переводит волокна из их естественного коричневого цвета в белый цвет. Раньше это отбеливание производилось хлором, который разрушал макромолекулы лигнина. Но в начале 1980-х годов появились сведения об образовании в процессе хлорной отбелки чрезвычайно опасных веществ – диоксинов. В настоящее время технология отбелки полностью бесхлорная. Используется кислород, озон, пероксид водорода и другое. Таким образом, коричневая древесная щепа, попавшая на целлюлозный комбинат, превратилась в мягкую белую целлюлозу – основной ингредиент для изготовления бумаги. Теперь обработанную целлюлозу можно высушить и отправить на другие бумажные фабрики, которые могут либо не иметь собственного сырья для производства бумаги, либо могут нуждаться в особом типе целлюлозы для придания бумаге особых свойств. Независимо от того, производится ли целлюлоза на месте или куплена на рынке, на бумажной фабрике она смешивается с водой. Полученная таким образом пульпа очищается путем пропускания ее через серию вращающихся и неподвижных лезвий, которые придают волокнам разную степень очистки. Этот процесс называется фибриллированием. При нем волокна прежде всего расщепляются на концах, преимущественно там, где они были перерезаны. Такие фибриллированные волокна более плотно связываются с соседними волокнами, что способствует получению более прочной бумаги. Древесные волокна сами по себе, если их не обрабатывать, давали бы грубую текстурированную и неравномерную плотную бумагу. Для повышения белизны, гладкости, мягкости и непрозрачности, а также улучшения печатных свойств бумаги, в размол добавляют минеральные наполнители, такие как каолин, мел и тальк. Для придания цвета и повышения белизны добавляют анилиновые красители. Чтобы сделать бумагу пригодной для письма и придать ей гидрофобные свойства, в бумажную массу вводят канифольный клей, парафиновую эмульсию, глинозем и другие, способствующие слепанию вещества. Это так называемая проклейка. Одним из самых важных компонентов при производстве бумаги является вода. Недаром целлюлозно-бумажные комбинаты обычно размещают на берегах больших рек, потому что тогда появляется возможность использовать реки для сплава древесины, служащей основным сырьем для производства. Для производства одного килограмма бумаги требуется около 100 литров пресной воды. Современные очистные сооружения и замкнутые системы циркуляции воды на линии по производству бумаги позволяют рециркулировать более 90% этой воды. Готовая бумажная масса концентрации 3-4% с помощью насоса подается из смесительной части в мешальный бассейн, откуда поступает на бумагоделательную машину. Эта машина – сердце бумажной фабрики. Она, подобно гигантской сушилке, извлекает воду из бумажной массы для производства сухого листа бумаги. Производственные процессы, происходящие в ней, превращают пульпу в идеальный сорт бумаги. Машина оборудована напорным ящиком большой емкости, куда раствор целлюлозы впрыскивается под высоким давлением. В емкости происходит постоянное перемешивание раствора для поддержания однородного состояния бумажной массы по всему объему. Здесь происходит отлив, обезвоживание и уплотнение бумажного полотна. Машина выполнена по принципу последовательно установленных непрерывно действующих секций – сеточной, прессовой, сушильной и отделочной. Раствор попадает на движущуюся плоскую проволочную сетку. На этом этапе он на 95,5% состоит из воды и 0,5% волокна. Поскольку смесь проходит через вращающуюся сетку, вода просто стекает под действием силы тяжести. Качество изготавливаемого материала зависит от синхронности скоростей движения сетки и истечения суспензии. Сеточный стол заканчивается устройством, которое называется отсасывающим гауч-валом. В его камере поддерживается вакуум, что дает возможность эффективно отсасывать влагу. После гауч-вала бумажное полотно все еще на 85% состоит из воды. Формирователь бумаги быстро выводит лишнюю воду из машины. Это обездвиживает целлюлозу внутри за несколько миллисекунд. Теперь она превращается в непрерывное полотно бумаги. Скорость движения бумажного полотна составляет 1000 метров в минуту или 60 километров в час. Отлив листа – это процесс фильтрации, при котором по мере удаления воды образуется волокнистый слой. После прохождения регистровой части сеточного стола образуется полотно с концентрацией массы около 3%. При достижении таких значений заканчивается зеркало залива и вводятся понятия бумага, бумажное полотно и его сухость. На этапе прессования полотно еще мокрое и хрупкое, но уже демонстрирующее свои наиболее важные свойства листа. Нежное бумажное полотно поступает в секцию пресса с помощью непрерывно крутящихся влажных войлочных валов. Прессовая часть обычно состоит из двух-трех двухвальных прессов. Верхний вал выполнен из гранита, нижний – металлический облицованный резиной. Между ними вместе с бумажным полотном движется сукно, защищающее поверхность мокрой бумаги от повреждений. После последовательного прохождения прессовой части сухость бумаги составляет 30-40%. В этой секции машины происходит не только обезвоживание, но и уплотнение полотна. При этом увеличивается площадь соприкосновения и сцепление между волокнами. Кроме того, изменяются свойства бумаги, увеличивается прочность, уменьшается пористость, повышается прозрачность и т.д. Из общего объема удаленной воды около 95% приходится на сеточную часть, 3-4% на прессовую, а остальное – на сушильную. Более длинная часть бумагоделательной машины представляет из себя сушильную часть. Эта секция машины состоит из двух рядов, последовательно разложенных в шахматном порядке цилиндров, охватываемых сушильным сукном. Устройство сушильного цилиндра представляет собой полую цилиндрическую емкость, обогреваемую изнутри пара. В зависимости от типа производимой бумаги, температура цилиндров составляет от 80 до 115 градусов Цельсия. В процессе сушки из одного килограмма бумаги удаляется до 2,5 литров влаги, что в 60-80 раз меньше, чем на сеточной и прессовой частях машины. Каждый процесс находится под непрерывным контролем, что обеспечивает его производственную стабильность. Бумага проходит через машинный каландр, где два точно отполированных стальных цилиндра должны точно определять необходимую толщину и ширину полотна. Основными характеристиками каландра являются число валиков, их длина, диаметр и взаимное расположение. Установлен он между сушильной частью и накатом и состоит из пяти-восьми горизонтально расположенных валов. Каландры также используются для придания поверхности бумаги гладкости и глянца. Далее бумажное полотно проходит через серию проклеивающих и мелованных прессов, где происходит калибровка и нанесение различных покрытий, состоящих из крахмала и красителей. Покрытие дает очень гладкую, яркую поверхность с высочайшим качеством печати. Оно наносится на поверхность с помощью пленочного пресса. Краситель для покрытия распыляется на эластичный валик, который затем переносит пленку для покрытия на бумажное полотно. После каждого процесса нанесения покрытия поверхность высушивается инфракрасными нагревательными панелями и сушильными цилиндрами. На накате бумага формируется в рулоны по весу или диаметру. Она наматывается на серию стальных сердечников, которые прижимаются к катушке. Между барабаном и катушкой поддерживается постоянное прижимное давление, позволяя возникающему трению в вращать катушку. Это гарантирует, что бумага наматывается с правильным натяжением на каждый такой стержень. Каждый час бумажная линия создает гигантскую катушку, содержащую 80 километров бумажного листа шириной 8,5 метров и весом до 120 тонн. Операторы бумагоделательных машин тщательно проверяют каждый аспект качества базовой бумаги, ее толщину, непрозрачность и гладкость. Они должны убедиться в том, что продукция точно соответствует заявленным характеристикам. Только после этого дается разрешение роботу-грузовику на перевозку гигантского рулона для дальнейшей обработки. Также каждая партия бумаги контролируется на линиях нанесения покрытий и отделки. Например, бумага из этой гигантской катушки может продаваться как с глянцевым, так и матовым покрытием и иметь как натуральный, так и ярко-белый цвет. Теперь бумага имеет все характеристики, необходимые для ее использования, кроме одной последней детали – ее размера. Большие рулоны транспортируются на бобинорезальную машину. Она предназначена для продольной резки полотна бумаги. Станок состоит из подающего узла, на котором с помощью механического или пневматического вала устанавливается бобина сырьевого материала. Через промежуточные валы полотно бумаги поступает на узел резки, состоящий из цилиндрических и дисковых ножей. Вращающиеся лезвия разрезают рулон на несколько узких рулонов, которые после резки наматываются на втулке. Затем одновременно несколько рулонов подается врезательный барабанный механизм. Гильотина, размещенная на вращающемся барабане, равномерно разрезает материал на листы равного размера. Разрезанные листы укладываются на поддоны. На завершающем этапе, вне зависимости от того, была ли бумага разрезана на листы для листовой печатной машины или осталась на рулоне для рулонной овсетной печати, ее окончательный пункт назначения один и тот же – это упаковочная линия и склад готовой продукции. Каждый рулон бумаги заворачивается в крафт-картон во избежание повреждения при транспортировке. Каждый поддон с готовыми листами бумаги упаковывается в термоусадочную пленку или заворачивается в бумажную упаковку для доставки заказчику. Каждая партия как листов, так и рулонов маркируется с указанием торговой марки и номера партии. Теперь только остается отправить продукцию потребителю. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok